Добрый вечер дорогие друзья! В эфире телерадиокомпании 11 канал программа Горсовет. Я ее ведущий Александр Федосов. Мы традиционно говорим о самых ярких, самых значимых, злободневных проблемах в нашей программе. Сегодня не будет исключением. Конечно же мы и сегодня будем говорить о важных вещах. Традиционно в нашей программе самые компетентные в городе эксперты, по-другому не бывает. Все, что нашли, что называется на нашем географическом ландшафте, все лучшее мы приглашаем в студию. И сегодня не исключение. С удовольствием представляю наших гостей. Давайте, раз у нас дам сегодня нет, то приглашаем по... представляем по алфавиту. Котков Игорь Сергеевич, Колобков Павел Сергеевич, Торопов Михаил Александрович. Это депутаты Полевской городской думы. Я думаю, что по большому счету это дополнительного представления не требуется. Все и так про это хорошо знают. Депутаты действующие, депутаты активные. И действуют они сегодня в соответствии с нашей доброй традицией. Раз в месяц мы предоставляем трибуну, телевизионную трибуну нашим депутатам. Они к нашему удовольствию и к вашему, уважаемые телезрители, тоже этой трибуной активно пользуются. Держат ответ перед избирателями, рассказывают о том, что они сделали, о том, что они намерены сделать в ближайшем будущем, отвечают на ваши вопросы. И, собственно, подобного рода традиция достойна всяческих похвал. И я вот под аплодисменты виртуальные вас, уважаемые коллеги, представил. И сейчас объявляю, конечно же, собственно говоря, ход нашей сегодняшней дискуссии. Ну и прежде чем совсем перейти к разговору, я все-таки хочу объявить и тему голосования. У нас традиционное онлайн-голосование. Уважаемые телезрители, пользуйтесь такой возможностью. Сейчас пока проценты у нас показывают нулевые, еще никто не проголосовал. Ну, вы будете первыми. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, влияют ли депутаты на позитивные изменения в нашем городе, в нашем Полевском городском округе. Итак, влияют ли депутаты на позитивные изменения в Полевском городском округе. Вопрос такой провокативный, интересный. Давайте поучаствуем в его обсуждении. Если вы считаете, что да, конечно, полевские депутаты представляют интересы избирателей, влияют на процессы, указывают на недостатки, добиваются их исполнения, понятно, что не в стопроцентном. Ну, у нас идеального ничего в этом мире не существует, но вот делают свою работу, работу работают, то тогда звоните 351-01. 351-01, да, конечно. Если 351-11, то вы подразумеваете ответ, собственно говоря, влияние депутатов такое слабенькое. Вам бы хотелось увидеть его гораздо более активным. 351-33, вы раздражены, вы являетесь, так скажем, в хорошем смысле, все в хорошем смысле оппозиционером. Позитивных изменений нет. 3, 51-33. Ну, вот сейчас первые проголосовавшие, пока, к сожалению и к счастью, невозможно делать никаких прогнозов и тем более проводить анализы, но вот первые проголосовавшие уже у нас сейчас есть. Я думаю, что вот этот опрос, данные этого опроса, результаты этого голосования и для депутатов будут интересными, и для вас, уважаемые телезрители, тоже. Мы в завершении первого блока нашей программы проанализируем их, ну и, конечно, подведем итог в конце нашей программы. Ну что ж, уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нашему разговору. 3, 51-71. 3, 51-71 – это телефон прямого эфира. Всегда традиционно у нас на депутатских программах достаточно много звонков. Вы видите депутатов, у вас есть желание что-то спросить у депутатов, уточнить или, наоборот, сказать о какой-то проблеме, которая вопиющая или вялотекущая, ну какая угодно. Пожалуйста, воспользуйтесь телефоном 3, 51-71. 3, 51-71. Телефон прямого эфира. Поэтому звоните и представляйтесь, и попадайте к нам в эфир в приоритетном порядке. Я с разрешения, в общем-то, вас и тех здесь присутствующих депутатов сразу предупреждаю всех участников нашего разговора о том, что все звонки в приоритете. Я буду, конечно, на правах ведущего предоставлять вам возможность задать вопрос, что называется, вне очереди, вне каких-то рамок нашего разговора. Итак, ну а пока у нас звонков не поступило, я, конечно же, сформулирую, наверное, первый вопрос для всех участников. Я думаю, что вот он такой будет вялотекущий в течение всей нашей программы, мы будем о нем говорить. Мне бы очень хотелось, ведь, понимаете, те, кто находится по ту сторону экрана, они, конечно, хотят быть уверенными, что депутаты понимают проблемы города, понимают проблематику, ту жизнь, которой живет обычный гражданин. И, конечно же, им очень важно, ну, так скажем, сопоставить вот эти векторы. Поэтому я в самом начале нашего разговора, в самом начале нашей беседы попрошу высказаться. Ну, так скажем, давайте вы сами решите, как вы проранжируете, ну, вот, собственно говоря, то, о чем я сейчас скажу. Итак, пожалуй, три проблемы, которые в рамках действующих депутатских полномочий вам бы хотелось решить. Давайте так, может быть, три, может быть, две. Давайте не с математики подходить, а все-таки по существу. Может быть, одна проблема общегородская и одна проблема вашего округа. Одним словом, решите сами. Кто начнет? Давайте. Ну, мне кажется, самая большая проблема, которую надо решить в южной части, это проблема с освещением. В южной части, в том числе и нашего округа. Потому что все сдвигается очень тяжело, с обл. коммунерго, администрация договоренности есть, но многое бывает не выполняется. Поэтому хотелось бы, конечно, решить проблему с освещением, особенно в южной части города. Северная часть тоже такая же проблема существует. с освещением и депутаты северной части тоже пытаются решить эту проблему, но сегодня она пока никак не сдвигается. То, что сегодня есть в городе, то есть латаются старые светильники, там, где строятся новые линии, освещения нет. Это самая большая проблема городского, нашего города. Ну, вот если подходить, что называется, строго поэтапно, в хронологическом порядке, вы ощущаете, что вы за прошедшие два года депутатских, приобретения депутатских полномочий, вы каким-то образом, ну, хоть немножечко продвинулись? Перспективу, я вот сейчас об этом. Ну, хотя бы там, где светильники не светили, хотя бы засветились, и город все равно стал освещаться. Хотя бы что-то стало сдвигаться. Прогресс все же есть. Прогресс есть, да. Ну, сегодня те, которые новые строят линию облкоммунэнерго, администрация пытается договориться, пока не знаем, как будет выглядеть. Но там, где вот улица Воеводина сегодня, обещали, что светильники будут повешены. Те, которые висели, и улица будет освещаться. Вот посмотрим, что будет дальше. Пока не знаем. Ну, хорошо. Давайте тогда вычленим, может быть, конкретно в этой проблеме. Слабое звено, самое слабое звено. На ком больше всего возникает затыков? Это работа чиновников, работа вот той самой компании, о которой вы уже упоминали. Мне кажется, это в законодательстве. Потому что облкоммунэнерго не имеет права размещать на своих опорах наши светильники. Администрация пытается, или получается, надо будет строить свои опоры ставить и вешать светильники. Ну, получается, что это очень дорого. Ну, и сколько будет светильников, вернее, сколько стоять будет опор у нас на улице. Если будут опоры облкоммунэнерго, опоры связи, еще и наши опоры. А как-то эту проблему решают в других городах? Вот, ну, конечно, столичные не в счет. Ну, только договариваться между собой. А пока не получается? Пока не получается, да. Потому что облкоммунэнерго предлагает нам, как должила администрация, Совсем выгодные условия. В невыгодные условия, да. Взять в аденду у них опоры. Линия электропередачи. Ну что ж, 35171, уважаемые телезрители, это звонок вашей возможности попасть к нам в прямой эфир, задать вопрос депутатам 35171. Задать вопрос, рассказать о проблеме. Ну, мы по-прежнему дальше говорим. То есть, все-таки проблему освещения вы вынесли за главной в этой истории. Я думаю, что и вот два оставшихся депутата, наверное, тоже подтвердят. Ну да, безусловно, что коллеги у меня сегодня депутаты южной части города. Я представляю, единственный депутат сегодня – это северную часть. Сегодня вы в меньшинстве. В меньшинстве, да. Хотелось бы поддержать, да, о том, что проблема сегодня с освещением, она существует. Особенно, если мы говорим о центральных улицах города, да, то есть они освещены сегодня. Если говорить, это частный сектор, где, соответственно, освещение, оно и есть, но оно в небольшом количестве, и также проблема у нас существует – это дворовые территории, где у нас отсутствует освещение. Бессловно, хотелось бы эту проблему, наверное, одной из первых обозначить, потому что на сегодня момент у нас мы должны сделать все, чтобы нашим людям было очень комфортно, и они могли передвигаться в комфортных условиях. А здесь не только речь о комфорте, здесь все-таки еще и безопасность. Безопасность, да, безопасность. Ну, еще об одной проблеме коллеги наверняка меня тоже поддержат. У нас сегодня это дорожное полотно, это особенно касается частного сектора, где оно сегодня отсутствует у нас. Действительно, это проблема. Ну, еще можно одну из проблем выделить – это непосредственно само транспортное сообщение, потому что по частному сектору у нас, скажем так, транспортная развязка, ну, не совсем, наверное, корректна сегодня. И перевозчики, скажем так, немного изменяют вид своей деятельности, изменяют маршрутную систему, хотя, тем не менее, она утверждена. То есть мы очень плодотворно работаем в этом направлении, и в октябре месяце 2020 года будут, наверное, изменения в лучшую сторону. Потому что сегодня каждый умеет читать экономическую часть свою, да, у нас есть выгодные маршруты, есть невыгодные маршруты, но, тем не менее, мы должны обеспечить транспортное сообщение, чтобы любой житель города мог добраться из одной точки в другую точку более комфортно. Уважаемый депутат, у нас первый звонок. Представляйтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Нина. Вы меня слышите? Да, мы вас слышим хорошо. Вот у меня такой вопрос к депутатам. Вот все, что проводится у нас в нашей стране, все реформы, все ложится на плечи народа. Это ладно, кто хорошие деньги получает, а кто такие с маленькими доходами. Я имею у меня такой вопрос по бытовым отходам. Вот почему люди кричат к депутатам, лично я обращалась к Кочеву с этим вопросом, почему у нас до сих пор в городе нет приемных пунктов, вот, стеклянные, пластиковые, алюминиевые, бумажные тары. Ведь раньше сдавали там, я вот Кочев сказал, Илья Борисович его, по-моему, зовут, Что, почему эта тара 12 копеек, но 12 копеек она стоила в советское время, а сейчас она уже не 12, 12 копеек, 15 копеек стоил хлеб. А сейчас, наверное, все 15-20, потому что покупает тару покупатель, получает самые большие деньги, на ее, сколько уже прибыли на ее получили, а мы покупаем дорогую тару и выбрасываем за деньги. Почему? Вот такой вопрос у меня. Простите, не расслышал, вы представились. Назовите, пожалуйста, еще разок себя. Насколько я понял, что это Нина. Нина, да? Ну, хорошо. Спасибо вам, Нина, за ваш вопрос, за то, что вас эта тема волнует. На самом деле, действительно, такой замечательный, неравнодушный наш телезритель. Все мы сталкиваемся с этой проблемой, с вот этими неперерабатываемыми или перерабатываемыми, но брошенными отходами, которые лежат у нас на обочинах наших дорог. Ну, вот это еще одна проблема. Мы, конечно, еще полный круг не замкнули, но, тем не менее, вот ее нам тоже подбросили. Как ее, возможно, в рамках муниципалитета решить? Кто готов? Тут, наверное, больше вот этой вот проблемой должно государство заниматься. То есть, это немножко другой уровень. Мы, к сожалению, вот как бы ушли в эти рыночные отношения. Все эти вот связи, в том числе и по поводу обращения мусора, они были нарушены. И вот сейчас-то как раз вот такие с проведением вот как раз этой реформы, с введением сбора мусора, я надеюсь, что в дальнейшем, то есть, через какое-то время мы перейдем к дуальной системе, то есть, начнем делить и так далее. То есть, вот эту вот отрасль просто надо адаптировать, помогать ей. Я думаю, что со временем мы все равно придем к тому, что мы будем этару сдавать. Очень выгодно, как это во многих европейских странах принято. Ну, мы, по крайней мере, вот сейчас уже видим какие-то шаги, которые предпринимает наше государство в этом направлении. Ну, я думаю, что надо немножко подождать, но вот это не наш уровень. Коллеги, согласны? Ну, я думаю, что еще и скоро появится все равно раздельный сбор мусора. Ну, я вообще хотел спросить, а вот эта вот мусорная реформа, это все-таки благо? Вот то, что было сделано? Нет, ну, сегодня вот уже стоят контейнера. В частном секторе должны контейнера. В этом году уже появиться. А люди, да, уже начинают появляться. И людям, в принципе, становится удобно. Они уже не ждут машину. Подъехали, выбросили. И, в принципе, мы пережили зиму. Машины ходили хорошо, мусор убирали. И как бы того, что мы боялись, что будут собаки растаскивать. Ну, вот я один раз, наверное, видел. Единичные случаи есть, в городе, безусловно, есть. А в основном это, ну, очень удобно и хорошо. То есть стало лучше, стало удобнее, стало, с точки зрения, вот, собственно говоря, санитарной безопасности, безопаснее. Безопаснее. Вот поэтому я думаю, что еще в этом году, если мы частный сектор, ну и в конце концов, наверное, сделаем площадки уже, закроем от снега, от дождя. То есть должно перевести их в соответствие, потому что сегодня они не доделаны, то есть сделана только лишь площадка под контейнерные, под контейнерные. Хорошо, а за денежки? Вот кто скажет? Ну, все-таки немаловажный фактор, согласитесь, ведь во сколько раз это стало дороже стоить? Значительно. Значительно сумму, безусловно, увеличила. То есть, в принципе, мы понимаем, что мы платим. Ну, вот, знаете, это, вот, как было озвучено региональным операторам, я просто помню, присутствовал на встрече. Вот это некие инвестиции в строительство как раз той инфраструктуры, которая будет нужна при сортировке мусора и переработке его. То есть, это вот появление вот этих контейнеров и тариф, который появился, вот в разы вырос у нас тариф по мусору. То есть, это некий шажок как раз вот к тому вот европейскому раздельному сбору мусора. И, возможно, в будущем, то есть, как бы, и жители смогут как-то даже зарабатывать на этом. Вот, это надо пройти. Ну, кто-то уже зарабатывает на баночках алюминиевых. Ну, замечательно, на самом деле, если такое единодушие. У меня, например, конечно, всегда по-журналистке такой вот, не совсем соглашательская позиция, всегда в этом отношении, там, что называется, баба-яга, которая против. Ну, ладно, я тут, конечно, не сторона. Я немножечко с другого бока смотрю на эту проблему. И все-таки я бы хотел вот продолжить, потому что мы не предоставили возможность по вашему конкретно округу сделать какую-то вот такую выборку проблематики. Продолжайте. Ну, вот раз мы так обозначили, то есть, это вот общая проблема юга, я бы вот озвучил, наверное, самое главное. И в предвыборный период мы как бы шли, много очень слушали и знаем эту проблему, потому что живем у себя в округе. Это горячая вода. Вот грязная горячая вода – это вот основная проблема, на мой взгляд, всего юга. И вот со стороны администрации и с нашей стороны делаются определенные шаги для решения этой проблемы. И мы как бы видим, и жители это чувствуют. То есть, это, во-первых, да, это огромные деньги, инвестиции, которые вкладываются в сети. Раз это, наконец-то, выкуп котельной из частных рук и передача новому конституционеру. Это, вот мы заложили деньги, 18,5 миллионов для вхождения в программу «Чистая вода» для разработки месторождений. Вот, знаю, что идут разговоры в администрации по поводу очистных сооружений, ведется работа. То есть, их тоже желательно забрать в руки муниципалитета, чтобы этот комплекс был весь в одних руках. И то есть, как бы вот постепенно мы видим, что это, ну, задача-то решается. Ну, вот это основная проблема. И такая вот проблемка своего округа. Ну, это, как мне кажется, то есть, вот на юге нету территории для отдыха. А давайте поговорим. Давайте поговорим на эту проблему. С 17-го года, мы раньше, у меня общественное движение, Надежа, мы занимались этой проблемой. Это вот территория парка в южной части. Нынче мы проиграли. Ну, вот давайте как раз об этом и поговорим, потому что это на самом деле тема на слуху. Тема на слуху, очень активно обсуждалась она в социальных сетях, да и что-то в социальных сетях, в автобусах, на остановках, где угодно. Южане в этом отношении многие обижены, я знаю эту ситуацию. Ну, вот расскажите позицию со стороны южа. Что, попасовали ощущения, подлог, там самые страшные вещи. Может, коммуникация в южной части немножко поменьше, чем северная. То есть, изначально какие-то неравные условия для... Тут даже не неравные. Я вот просто ездил по всем участкам, где шло голосование, наблюдал. Ну, мне интересно было. Я вот обращал внимание, что люди на севере голосуют за парк на юге. То есть, есть такое, есть понимание общее, что на юге нужна такая вот общественная территория, где можно прийти с коляской погулять, отдохнуть, просто прогуляться, спортом позаниматься. Ну, что, правильно посчитали? Ну, вот слышал и такую позицию, что коммунистическое – это лицо города. Это некий гостевой маршрут, когда гости приезжают в наш город, то есть, они видят в первую очередь эту улицу. Ну, как разумно все-таки, да. То есть, должно быть впечатление все равно какое-то. Я, по этому, как бы, и вот за ту территорию, и за эту. Мне, конечно, парк ближе, потому что это моя территория, и мы так исторически сложились, что-то занимаемся. Да, да. Ну, и северчан я понимаю, то есть, как бы, и вообще, как житель города, понимая, что нам и коммунистическое нужно в том числе. Ну, коммунистическое выиграло. Будем надеяться, что в следующем году выиграет парк и войдет в программу уже на 22-й год. Да, и уже нам обижаться тоже этот. Улица Карла Маркса, реконструкция, Победы, бульвар Трояна, поэтому южная часть все равно преображается. С дорогами у нас стало очень-очень хорошо. Много сделано было для южной части города, ну и коллег, да. Световой фонтан, в конце концов, единственная в городе Козейка Медной Горы. Да, это супер, на самом деле. Сейчас все на юге, ведь если так разобраться, все исторически. Все прелестие, да. Поэтому в 20-м году мы победим. Но теперь-то уже и непонятно, раз все у вас, так может быть и ударить, как говорится, пробегом по северу. Я разделяю вот эти улицы. Это, конечно, классно, что там по ним можно пройтись. И все-таки общественная территория именно парка. Это немножко другая вещь, что ли. То есть я говорю, это то место, то место притяжения, где можно там просто прийти погулять. По большому счету, это европейский опыт. Сегодня Европа очень активно подобного рода зоны развивается. Лесополоса, где можно действительно... Если на севере хотя бы худо-бедно, вот парк немножко развивается, то есть есть Полесье, да, вот парк развлечений, куда можно... Ну, на самом деле тут разные мнения есть. Ну, тем не менее, есть, вот, и туда можно прийти с ребенком, поиграть, погулять, просто походить. То на юге этого нету. А, ну, вот жителям, мне, как жителю, южной части не хватает. Ну что ж, хорошо, уважаемые телезрители, активнее пользуйтесь. С возможностью задать свой вопрос в прямом эфире. У нас эксперты, депутаты. Любую проблему, которая вас волнует, любой вопрос, который вы хотели бы задать депутатам, вы можете сделать это, позвонив по телефону 3-51-71. 3-51-71. И не забывайте голосовать в нашем онлайн-опросе. Еще раз с удовольствием произнесу его. Влияют ли депутаты на позитивные изменения в городе? Влияют ли депутаты на позитивные изменения в городе? 3-51-01, да, конечно, влияют. 3-51-11, влияние депутатов слабое. 3-51-33, позитивных изменений нет. Но вот пока протестные, прямо скажем, голосования не одерживают верх. Ну, кстати, это на самом деле не очень-то и неожиданно, достаточно прогнозируемо. Ну, по крайней мере, для меня я примерно, как вот увидел эту бумагу с этим вопросом, примерно и понял, что, безусловно, аудитория на сегодняшний момент во многих случаях, она, ну, прямо скажем, неблагостная. Не знаю, мне даже было интересно бы задать этот вопрос вам. Давайте мы немножечко на эту тему проговорим. У нас буквально несколько минут до рекламы. И как раз вот я предлагаю немножечко проговорить эту историю. Как вы считаете, за то время, что вы являетесь депутатами, настроение в городе среди аудиторий, то есть среди горожан, они стали лучше, позитивнее, как-то благостнее, что ли, если уж совсем так, по-простому говорить? Или наоборот, ситуация, ну, немножечко так накаляется? Ну, я бы вот не сказал, что она накаляется. Просто вот всегда к власти, вот какой бы она ни была, вот отношение-то, оно в той или иной мере, оно не выделенное. Чем Путина, давайте, да? У нас вот отношение к Путину все-таки, ну, знаете, стабильно, высочайшее. Ну, вот, а мы отдуваемся за все, что... Ну, давайте мы немножечко затормозим. В этом у нас есть телезритель, который желает задать вопрос. Мы обещали в приоритетном порядке это делать. Поэтому представляйте, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Вечер. У меня вот такой вопрос. У нас город буквально погряз в пробках, закрыта улица Декабристов. Скажите, на какое время все-таки эта улица перекрыта? Спасибо. Угу. Уважаемые депутаты, обладайте этой информацией. Если обладаете, то давайте делитесь ей с горожанами. Начнем с того, что долго мы к этому шли. Будем заниматься реконструкцией улицы Декабристов с учетом выхода на улицу улиц-прокатчиков в 350 метров. Это будет грандиозный, считаю, проект. В нашем городе полностью улицу реконструют. И когда реконструируют эту улицу, будет запущено непосредственно автобусное сообщение, где люди смогут непосредственно добираться с одной точки до другой. Сейчас уже начались частичные работы по улице Декабристов. Пока улица перекрыта, создает определенные неудобства. Но, безусловно, всегда у жителей есть негативные такие моменты, что сдаются пробки. Надо просто немножечко выждать, потому что будет делать благое дело для жителей, когда все-таки мы в течение 2020-2021 года сможем завершить данную реконструкцию и сделать замечательное дорожное полотно, где будет определенное удобство. Здесь придется просто потерпеть. По временному параменту, конечно, сложно сказать. Но это все будет зависеть от тех этапных работ, которые будут проводиться. В любом случае, в газете «Рабочая правда», уважаемые телезрители, мы обязательно уточним этот вопрос у непосредственных исполнителей. И в газете будут реальные сроки помощи депутатскому ответу. Ну что ж, а у нас еще один телефонный звонок. Пожалуйста, представляйтесь и задавайте свой вопрос. Добрый день. Добрый день. Моя фамилия Шатов Николай Александрович. Я бы хотел еще раз поднять вопрос по парку в южной части города. Значит, фактически это не парк, а название леса какого-то участка. Значит, в свое время, когда был кредитовый завод, то это был единый комплекс. Дворец культуры, спортсооружения и парк. Значит, потом дворец культуры из парка выделили, спортсооружения выделили. И когда я обращался в администрацию, то мне сказали, что по стоку-поскоку в парке нет каких-то капитальных сооружений, мы не имеем права вкладывать туда никакие деньги. Это первое. Второе, по поводу голосования. Первое голосование прошло и победил все-таки парк. Когда администрация поняла, что это не получилось по центральной улице в северной части города, провели повторное голосование. Причем, если первое голосование было организовано только во дворце культуры кредитового завода и во дворце культуры трубного завода, то потом подключили торговый центр «Полерма». В «Полерме» люди, даже я на сколько был там, не знали, что такое есть. Ну, процентов 30 не знают, что в городе есть. Южная часть и 90% не знают, что есть парк. И девушка написала, вы что там, с ума сошли, что ли? Какой парк? Какой парк? На кой черт он нужен? Вы давайте делайте коммунистическую. Это надо в нашей парадной улице. Теперь, значит, вот еще вопрос какой. В северной части есть городской парк. Один вопрос. Значит, в этом году делает дендрарий парк. А вы знаете, что в этом парке, в южной части города, есть детская площадка. Значит, вот к этой детской площадке даже нет ни одного подъезда. Значит, там-то поля падают. В прошлом году упало дерево на женщину. Ее признали инвалидом. Сегодня там кладбище просто-напросто. Деревья не то, что падают, они убивать будут людей. И то, что сегодня сделали по голосованию в парке, это несправедливо, нечестно. И так не должно быть. Спасибо. Спасибо вам за ваш вопрос. Ну, боль-то чувствуется. Вот просто вот такая вот обида, мотивированная, абсолютно понятная. Как отвечать-то будет? Мы вот знаете, мы знаем этого человека, то есть он к нам неоднократно приходил. И мы вот с какого, с 15-го года проводим субботники городские в этом парке. И вот этот вот человек, он неравнодушный, он участвует, всегда выходит с нами. Это все так, вот как, собственно, он написал? Ну, это ведь все мне... Страшный случай буквально, по-другому не скажешь. Ведь инвалидность упала и из бюджета были выплачены деньги по суду. Еще помимо этого были выплачены деньги и вырублены аварийные деревья частично. То есть это тоже имеет место быть. Вот по поводу подъезда к детской площадке, но я вот не уверен, что он там нужен. Вот, детскую площадку в свое время, то есть мы там всем миром ее делали. То есть это и полевские предприниматели, и общественные организации. То есть вот собрались, вот, и построили эту детскую площадку. И потом в течение нескольких лет, то есть занимались ее ремонтом. Вот, поэтому я не думаю, что там прям такой подъезд нужен. Хотя вот мы, когда проводим субботники туда, ну, спокойно на транспорте проезжаем. К этой детской площадке у нас там, как правило, пункт разлива чая. Ну, телезритель больше, наверное, все-таки здесь говорил о доступности, да? То есть возможность, как бы, коммуницировать вот в этой точке, она есть так-то? Есть, есть, есть. Вот, ну, это вот боль южной части, вот этот вот парк. И вот это вот человек, я вполне с этим человеком разделяю. Ну, уважаемые депутаты с юга, вот тут, как бы, вам в этом отношении нужно поработать, видимо, уже в какой-то перспективе. В перспективе, да. Да, и сделать так, чтобы вот эта обида каким-то образом смикшировалась. И в конечном итоге уже на следующий год южная часть обрела какой-то объект, ну, вот в данном случае парк, чтобы действительно благоустройство состоялось и мечта осуществилась. Ну, надеюсь, вы этот момент... Мы даже вот этот вот вопрос не бросаем. Вот недавно у нас встреча была тоже, вот, организовывала «Рабочая правда» круглый стол с детьми, которые занимаются BMX-ом. Это вот велосипеды. Ну да, да, велосипедные. И вот после этого мы несколько раз встречались, в том числе и администрация сюда к этой проблеме подключилась, и спортсооружение, то есть это вот как раз к парку. Нашли участок, и вот сейчас планируем там вот эту вот площадку ставить. То есть парк не брошен, парком занимаются, вот, ну, это надо понимать, что это огромные деньги парк. Вот если его делать, вот, то есть это в любом случае надо заходить в какую-то федеральную программу, чтобы сюда деньги привлекать. Наш бюджет не в состоянии решить эту проблему. Ну что ж, уважаемые депутаты, у нас все-таки еще один звонок. Я думаю, что мы предоставим возможность этот вопрос задать, и плавно уйдем на рекламу. Пожалуйста, задавайте его свой вопрос, представляйтесь только. Добрый вечер. Меня зовут Алексина, Южная часть. Я хочу поддержать Шатова, так как вот мы пенсионеры, каждое утро гуляем в этом парке. И по поводу вот этой детской площадки, там даже не чистится, снег не убирается, подхода даже нет. Мы видели, как из детского сада приходят дети, развешивают эти кормушки, кормят птичек. Но там на самом деле, там какой-то, даже правильно сказать, не лес, не даже, ну, и детская площадка, но хоть почистили бы ее. Там тоже подходят дети с детьми, бабушки с детьми, там родители с детьми подойдут и уходят, потому что там все в снегу. Спасибо, Алевтина, за ваш вопрос. Спасибо за то, что дозвонились. Вот скажите, там действительно как бы не закреплен дворник? Мы завтра съездим, посмотрим там и попробуем решить, чтобы вы почистили площадку. Не закреплен, вы имеете в виду, что там формы, вот эти, которые установлены в 17-м году, они закреплены, они переданы Дворцу культуры. Вот, то есть, и по идее, вот в этом году я знаю, что Дворец культуры выходили там, ремонтировали, потому что периодически приходится ремонтировать некоторые качельки. Мы в позапрошлом году туда два КАМАЗа песка привезли, вот, то есть, ну вот пока вот в таком режиме, а, ну, наверное... Ну, в режиме нехватки денег. Ну, конечно, конечно, потому что я абсолютно четко знаю, что там руководство Дворца абсолютно адекватное, поэтому и если помощь депутатского корпуса, то площадка должна вообще процветать. Ну, видимо, просто нет денег. Ну, вот по поводу снега надо подумать. Завтра мы съездим, посмотрим, посмотреть надо и с администрацией попробуем решить. Ну, что ж, уважаемые телезрители, я все-таки вынужден объявить уход на рекламу, но прежде чем, в общем-то, попрощаться на несколько минут, я все-таки сделаю объявление очень важное и приятное во всех отношениях. С радостью, уважаемые телезрители, приглашаю вас на концерт удивительной, яркой, мегаталантливой, легендарной Жанны Бечевской. Жанна Бечевская приезжает в рамках своего гастрольного юбилейного тура в Полевской, дает единственный концерт. Воспользуйтесь этой возможностью 25 марта. Жанна Бечевская в Полевском. Сделайте подарок своим близким, сделайте подарок своим родителям, своим любимым людям, женщинам, своим любимым мужчинам. Сделайте подарок, приходите на концерт, билеты от 300 рублей, во дворец культуры Северского трубного завода. 300 рублей, по-моему, это очень демократичная цена, от 300 билеты, поэтому обязательно приходите. Мы же уходим на рекламу. Зайдите в магазин Афанасий на улице Коммунистическая, 17. В отделе рационального питания новое поступление вкусной и полезной продукции. Обратите внимание на новинки, которые порадуют многих покупателей. Сибирская клетчатка, конопляная клетчатка, очищающая зелёным кофе. Сибирская, корзинка здоровья, антидиабет, золотой возраст. Ассортимент её разнообразен, каждый покупатель подберёт клетчатку для себя, с учётом особенностей своего организма. Для вечернего перекуса рекомендуют в кефир добавлять клетчатку форте. Для гарантированного похудения вместо второго ужина принимайте смузи-детокс, сибирские снеки и ночной перекус. Также в Афанасии сибирская клетчатка без глютена. Она отлично подойдёт для восполнения недостатка пищевых волокон. Размешайте её в йогурте, кефире, соке, получите полезный функциональный коктейль, густой и приятный на вкус. Приготовьте котлеты из чечевичного фарша. Готовятся быстро, в составе ростки пшеницы и чечевицы. Полезный и питательный ужин в вашей семье обеспечен. Для спортсменов магазин Афанасии предлагают широкий ассортимент спортивного питания. В продаже продукция фирмы Бомбар. Это максимально полезные продукты для здоровья. Протеиновые батончики, джемы, коктейли, шоколад, арахисовая паста и каши. Вкусный и полезный перекус. Продукция Бомбар поможет сбалансировать питание. Спешите приобрести. Продукты Айрлайн входят в ежедневный рацион спортсменов. Обратите внимание, в Афанасии снижены цены на всю продукцию этой фирмы. Приглашаем вас в магазин Афанасии. Улица Коммунистическая, 17. Поселок Красная Горка, улица Ленина, 40. 80% наших клиентов подбирают костюм сразу после примерки. 70% подбирают к нему сорочку и галстук. 90% клиентов возвращаются к нам снова и снова. Магазин «Имидж» уже более 12 лет одевает мужчин нашего города. Модные деловые костюмы, сорочки, галстуки, бабочки и аксессуары. На каждый день и для особых случаев. «Имидж» – это качественная, удобная одежда и обувь российских и зарубежных производителей. Ассортимент магазина «Имидж» способен удовлетворить самые невзыскательные требования и запросы покупателей. В магазине представлен максимально удобный сервис. Профессиональная консультация в подборе одежды и обуви способствует удачной покупке. Магазин «Имидж» – ваш образ работает на вас. Полевской, улица Коммунистическая, 9. Производитель роскошных диванов и шикарных кресел. Мебельная фабрика «Потетьков», магазин «Чемпион», улица Коммунистическая, 30, с 10 до 19 часов. Мягкая мебель в наличии и под заказ. А также кухня фирмы «Майя» по индивидуальным размерам. Мы гарантируем отличное соотношение цены и качества. Магазин «Галамар» торговый центр «Полерма» шокирует ценами. 8 и 9 февраля компрессор «Автомобильный торнадо» в сумке – 399 рублей. Только 12 и 13 февраля ящик для инструментов с внутренним лотком за 189 рублей. 17 и 18 февраля танк на радиоуправлении за 29 рублей. Только 23 февраля пена для бритья «Арко» за 1 рубль. 15 и 16 февраля счастливые выходные в магазине «Галамарт». Скидки плюс розыгрыш телевизора и других подарков. Ждём вас в магазине «Галамарт», «Зелёный бор», торговый центр «Полерма», 1 этаж. Количество товара по акции ограничено. При предъявлении пропуска Северского трубного завода скидка 15% на все белые ценники. Моя мама гордится своей работой. Всегда придумывает что-то новенькое. Шницель Райлес 259,90. Уважаемые телезрители, это телерадиокомпания «Одиннадцатый канал». В эфире программа «Горсовет». Я ведущий программы Александр Федосов с удовольствием представляю наших гостей. Ровно полчаса мы уже отработали, даже чуть больше. Осталось у нас чуть больше 20 минут. Но тем не менее, кто присоединился к нашей программе, добро пожаловать. Торопов Михаил Александрович, Котков Игорь Сергеевич, Колобков Павел Сергеевич. Это депутаты Полевской городской думы. Они, собственно, отвечают на ваши вопросы, отвечают на вопросы ведущего, реагируют на проблемы. У вас есть возможность, собственно говоря, каким-то образом в нашем разговоре поучаствовать. Звоните 35171. У нас звонок в студию есть. Поэтому начинаем прямо со звонка. Представляйтесь и задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу поблагодарить Михаила Александровича за поддержку, за помощь, которую он оказывает детской школе искусств. Спасибо большое. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Ну а всех мужчин с наступающим праздником. Спасибо. Ну вот, вы звоните еще, давайте, к нам в программу, мы не против. Ну что ж, спасибо за то, что помогаете. Ну, депутат, насколько я знаю, что это вообще как бы общее место в депутатском корпусе, какими-то конкретными делами помогать учреждениям культуры, они действительно в этом нуждаются, учреждениям образования, которые действительно в этом нуждаются, ну и вообще всем здравым и добрым делам, которые в нашем городе есть. Это здорово. Отклик и мы в нашем управлении по связям с общественностью и органами власти Северского трубного завода, точнее, трубно-металлургической компании, мы это тоже чувствуем, проводя наши мероприятия, за что депутатскому корпусу, конечно же, огромное, огромное спасибо. Ну что ж, а мы продолжаем нашу беседу. Мы говорили о проблематике, которая существует. Ну и тогда от обратного. Давайте все-таки острая проблема, которая требует своего решения, но не решается. Не решается в силу того, что мы говорили в самом начале. Это какие-то проблемы есть с законодательством. Это пример освещения. Или есть какие-то проблемы более глобальные. Я предлагаю коснуться и этого перечня, этой проблематики, что ли. Но все-таки сделаем это чуть позже, потому что есть телефонный звонок, и мы предоставляем возможность задать вопрос. Пожалуйста, задавайте вопрос, представляйтесь только. Здравствуйте, добрый вечер. У меня к вам такой вопрос. В зеленом бару сломаны перила у почты. Это 15 номер дома. Когда это сделается? Потому что мы пенсионеры, многие хромают, и подняться нам на ступеньки очень тяжело. Не только там спуститься. А вы на почту не пробовали обращаться? Вот непосредственно на почту, потому что все-таки наверняка балансодержатель. Без толку. Без толку. Они разговаривать не хотят даже. То есть у вас уже история отношений по решению этой проблемы уже есть, да? Да, и неоднократно люди обращались туда. Спасибо вам за ваш вопрос. Депутаты как-то можно помочь конкретно этой ситуации? Надо все данные, написать депутатское обращение. Мы составим депутатское обращение, обратимся, посмотрим, какая ситуация будет. Сейчас сложно, наверное, сказать. То есть надо время обратиться. И кому принадлежит это помещение? Может быть оно муниципальное? Не вряд ли муниципальное. Хотя можно праве оперативного управления передано. Здесь надо просто выяснить. Павел Сергеевич, тогда вообще-то за вами. И мы в соответствии, собственно, с принятыми мерами обязательно проинформируем вас, уважаемые телезрители. Возвращаемся к проблематике. Давайте все-таки говорить о проблемах, показывать нашим телезрителям, что мы все-таки как бы не на Луне живем, а в этом же самом городе и знаем реальную жизнь. Что бы вы еще отметили? Кто с чем может по этому поводу выступить? Есть, наверное, тоже еще одна большая общая проблема. Помимо освещения в дворовых территориях у нас нет нормальных детских площадок. Вернее, не есть, но таких дворов единицы. В свое время была программа. Тут еще вот какая проблема. Есть великолепные площадки в силу каких-то причин. А есть вообще, что называется, жуть жуткая. Еще советская реформа. А это люди, понимаете, вот они же живут, может быть, там в разнице им нескольких километров и ощущают, наверное, себя немножечко другого сорта. Это, наверное, неправильно. В одном городе? Неправильно. Тут абсолютно с вами согласен. Ну вот так вот сложилось, говорю. У нас была программа, по которой дворы могли попасть на финансирование. Там собрать небольшую сумму, там в 5%, как правило, это брала управляющая компания. То есть и получали деньги, ну составляли проект, там целая процедура была. Еще до 2017 года она работала, но, к сожалению, в 2017 году министерство нам сказало, что мы сейчас будем в другом формате работать. Вот, то есть это будут уже компенсировать те затраты, которые несут управляющие компании. Но так как управляющие компании, то есть это коммерческие организации, они зарабатывают деньги. Ну и зарабатывают здесь и сейчас. Да, да. Вкладывать немалые деньги. А когда-нибудь потом, чтобы вернули, это, наверное, не такой, скажем, интерес. Ну, то есть еще не факт, что верно. Надо доказать это все и как-то обратно все это получить. Поэтому вот система пока это не работает. Но это, говорю, вот наша общая тоже проблема. Ну, это длительная процедура. Ну, скажем так, сегодня у жителей многоквартирного дома есть такая возможность поработать с управляющей компанией, да, по строительству этой площадки. А если мы возьмем с вами частный сектор, то такой возможности вообще улюдения, да. И к нам обращаются жители частного сектора, потому что мы когда проезжаем свои округа, смотрим, что заброшенные стоят площадки, которые были еще возведены в Советском Союзе, да, где даже они представляют определенную какую-то угрозу. Кстати, уже небезопасные. Небезопасно представляют угрозу, да. И вот у жителей частного сектора возникает вопрос, как это вообще можно сделать, да, для того, чтобы демонтировать старое и построить новую хорошую площадку. Потому что мы видим тенденцию такую, что, в принципе, люди покупают дома, то есть образуются новые семьи, к бабушкам, дедушкам приезжают малые ребята, да, внуки, где бы нужно проводить время. А если мы возьмем свой частный сектор, да, то есть это маленькие улочки без тротуаров, проезжие части и детям-то вот гулять-то негде. Это тоже можно обозначить как одно из проблем. Ну, уважаемые депутаты, ну, а если все-таки это понятно, что такие проблемы существуют, и, наверное, способов их решения, ну, по крайней мере, вот в первом приближении-то и нет, да, то есть, по крайней мере, это не в ваших силах. А вот если вернуться больше в сторону реальных ваших полномочий, то, что обсуждается на Думе, вот не так давно обсуждался вопрос о ТП. Вопрос на слуху сегодня, кто только про это не говорит. Сокрушаются кто-то, кто-то говорит, что действительно, может быть, уже и назрели изменения в этом плане. Тем более, то, как стало и как было, тоже какая-то аргументация очевидная. Кто готов по этому поводу экспертно выступить? Наверное, все по чуть-чуть. Давайте все по чуть-чуть. С позиции сегодняшнего дня, вот, позиция, наверное, каждого депутата, сегодня АТП сохранить в любом случае это надо. Базу, базу, базу сохранить надо. В условиях того, что мы видим опыт передачи в частные руки, не муниципалитета, то есть, частник может делать, в принципе, что он захочет сегодня. То есть, мы должны сегодня предоставить качественную услугу. Потому что база сегодня серьезная, сегодня администрация довольно очень плотно работает в этом направлении. Готовится ряд документов с точки зрения, рассматривается вопрос либо передачи в аренду производственной базы, либо с точки зрения продажи данной производственной базы. Но, тем не менее, надеюсь, что депутаты мы все будем настаивать на том, что все-таки базу мы должны все-таки это сохранить, потому что это нужно. То есть, тем самым, при сохранении базы, то есть, город, наверное, сможет заработать какие-то денежные средства в том числе. Ну, это по-хозяйски. По-хозяйски, да, совершенно верно. Депутаты добавлять. Ну, и этот, как его, с Константином Сергеевичем, когда мы разговаривали, я предлагал, чтобы все, у нас есть МУП, ПСК и другие, где есть транспорт, техника, все на одной базе. Чтобы было все, все было, вся техника стояла на одной базе. И базу продавать, ну, не рентабельно, я считаю. Она нужна. Когда в одних руках это будет, да, то будет порядок определенный, да. И, скажем так, есть кого спросить будет с позиции сегодняшнего дня. А я бы, знаете, разделил этот вопрос на два. То есть, это, ну, база, да, вот мы высказались по этому поводу. Я это абсолютно поддерживаю, что это нужно сохранять, развивать дальше, работать с этим. И второй-то вопрос, это само юридическое лицо МУП АТП. И тут, к сожалению, у депутатов-то никаких полномочий как-то повлиять на этот вопрос не было никогда. Мы не в этой проблеме были. Но единственное, что пытались, да, выйти на диалог с администрацией по поводу транспортной сети, потому что это тоже одна из основных проблем. И мы уже говорили об этом, что, ну, надо как-то переделывать транспортную сеть. Ну, и, соответственно, то есть, добавлять маршруты, может, как-то маршрутную сеть перестраивать. Ну, вот, пока не получается. Спасибо, Игорь Сергеевич. У нас есть звонок в студию. Пожалуйста, представляйтесь и задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады, что городсовет на связи. У нас вопрос от жителей Соснового Бора. Вопрос этот незакрытый. Он все больше и больше обрастает небылицами. У нас вопрос конкретно, мнение хотелось бы узнать. Мы знаем мнение наших депутатов от нашего, как говорится, округа. Хотелось бы спросить депутатов города, представителей и училища, хлебозавода и остальные депутаты. Ваше отношение, потому что ответ прокурора прозвучал на одной позиции, что все нормально, что там метры нормальные. Но суть в том, что, позвольте так сказать, суть в том, что эти метры замерялись без учета правил замера. И на самом деле там 48 метров, потому что есть правила, нормативы Минстроя, во-первых. Во-вторых, сегодня жители района видели, там какой-то сюжет снимался и слышали. Там же все рядом. У нас присутствует в районе трехэтажный и девятиэтажный. С каждого окна, с каждого этажа сразу в глаза бросается весь этот объект, ритуальный комплекс. В-третьих, люди до сих пор удивляются, как так можно в сосновом бару, в спальном районе, поставить такой объект. Понимаете, нарушений много, нарушаются СНИПы, выезжают на тротуарные пешеходы, нарушается комфортное проживание. На сегодняшний день программа национальная, программа президента по улучшению городской среды, по улучшению среды проживания во дворах. Это наш дом, это наше жилое. Вот вы говорили сейчас про площадки детские. А теперь дети на площадках стараются не выходить. Мы обрадовались новому поколению. Они выходят и сразу задают. А кого это повезли? Получается, Бермудский у нас район, треугольник. С одной стороны инфекционная, с другой стороны Нарсут. И теперь еще ритуальный комплекс. В каждой точке это все видно. Это ненормальное проживание. Как это можно, как это можно вообще сучить этот комплекс? Кому он необходим? Мы все больше и больше приходим к мнению, что власть имущий, люди, наш глава, он имеет такую власть. Кому это выгодно, что он разрешил? Это недопустимо. Люди приходят после работы, ветераны труда, пенсионеры, беременные женщины. Они прячут глаза. Они прячут глаза. Они не хотят жить под влиянием негативным, психоэмоционального действия. Это грусть. Это начинаются ритуальные катафалки. Так не должно быть. Мы живем в современном обществе. У нас что, мало вокруг Земли, чтобы сделать нормальный, ритуальный, достойный комплекс? Ну вот что-то у нас тут и прервалось. Но, с другой стороны, телезрительница, наверное, все и сказала, все, что хотела. На самом деле проблема. Проблема очень, прямо скажем, непростая и этическая. В большей степени как раз в области этики. А вот теперь мне даже есть что сказать. Прежде чем предоставить возможность ответить депутатам и зафиксировать свое мнение, вот я отвечу телезрительнице, что снималось там, что снимался за сюжет. Дело все в том, что работники ритуального комплекса пригласили телекомпанию с неким призывом. Сказали, ребят, мы всегда слышим мнение телезрителей. Они возможностью информационного сообщения пользуются достаточно регулярно и реализуют в полном комплексе эту функцию. А у нас такой возможности нет. Вы у нас спросите, вы спросите наше мнение и нашу позицию. Нам особенно здесь возражать было нечем. И мы действительно съездили и выслушали эту точку зрения. И вот если бы вопрос не был задан, мы, наверное, бы и не включили этот сюжет. Но вопрос задан, поэтому я предлагаю режиссеру сейчас этот сюжет, ну, точнее сказать, синхронно показать. Спасибо. Уважаемые жители района Сосновый Бор, я хочу обратиться к вам с такими словами, что наш ритуальный зал, ритуальных услуг, никаким образом вам не мешает. Потому что все дома находятся торцом, именно к ритуальному залу. Здесь не приходят услуги такие, как из морга здесь нет. Раз морга нет, значит, человека привозят. И из ритуального зала он у нас сразу попадает в катафалк. Катафалк находится сзади здания, и поэтому люди видеть его не могут. Здесь могут стоять только машины и автобус, который забирает людей и увозит на кладбище. Дорога у нас отдельная, она никак не задевает больничную дорогу, которая проходит именно к инфекционной больнице. Зал у нас очень хороший, 75 квадратных метров. Есть у нас там вентиляция, кроме этого лампа бактерицидная после каждого усопшего. Мы обрабатываем, все обрабатывается с хлоркой. Там есть диванчик, если кто-то не может стоять, он может присесть, посидеть и полностью посмотреть всю службу, которая проходит. Кроме того, у нас есть возможность каждому человеку, который хоронит, вставить свою флешку, именно флешку, которая может быть и со своей музыкой, и с этим человеком, когда он был живой. Есть комната отдыха с двумя диванчиками. Есть все коммуникации, туалет, тепло. Все прекрасно. Магазин с венками, с цветами. Живые цветы у нас появятся в апреле месяце, будет холодильник. По нормам вокруг нашего здания, во-первых, есть забор. Забор, который именно говорит о том, что здесь можно проводить любые мероприятия. Правильно? По нормам всем мы проходим. У нас все были проверки. И Санкт-Петербург, и прокуратура. Мы нигде ничего не нарушили. И поэтому у нас все нормально. Ну вот, что называется, еще одна точка зрения. Теперь уже обе точки зрения депутата вы услышали. Давайте теперь ваше мнение. Кто первый? Может, Север, наоборот, подытожит? Давайте с Юга начнем. Ну, я поддерживаю депутатов. Их позиция, я считаю, правильная. Вы имеете в виду жителей? И жителей, и депутатов ихнего округа. Другое дело, что нам крайне сложно повлиять на эту ситуацию, потому что вопрос лежит на самом деле в плоскости юридической. А вот эта вот плоскость, то есть это федеральный уровень. И все, что мы можем сделать, это максимум, наверное, законодательные инициативы, чтобы как-то пересмотреть. Инициативы на депутатов ЗАГС собрания, депутатов государственного. А пересмотреть эти нормы. Ну, а тут вот, мне тоже, честно говоря, непонятно, я просто не в теме. Тут вот сами собственники вот этого ритуального зала, на мой взгляд, могли бы выйти с жителями, поговорить, ну, может, какой-то заборчик придумать, закрыть повыше. Вот, ну, как-то так. Может быть, какие-то деревья? Поставить деревья из крупной формы, да, чтобы это не бросалось в глаза, потому что, на самом деле, видеть это ежедневно, как вообще человеку, да, то есть это, наверное, не совсем правильно. То есть, я тоже поддержу депутатов в этом отношении, что, наверное, не совсем это правильно. Ну, вот, коллег поддерживают, что мы должны выйти с инициативы какой-то, да, для того, чтобы сегодня, потому что вот этот вопрос мы решить не сможем в любом случае. То есть, это должно решаться на уровне, начиная с федерации, тогда будет, наверное, какое-то изменение. Ну, а так, с точки зрения этики, безусловно, конечно, это неправильно. Ну, не хотелось бы, конечно, уважаемые телезрители, на столь минорной ноте заканчивать нашу программу, но вот эфир-то ведь по большому счету подошел. У нас есть палочка-выручалочка, это, конечно же, наш опрос, хотя он тоже достаточно такой минорный, я бы сказал. Но все-таки это какой-то, действительно, ответ на то, что говорили вы сегодня в программе о том, что действительно у нас к власти отношения всегда такое немножечко претензионное. Петензионное, и здесь наверняка это и сработало, 68% позитивных изменений не увидели. Ну, на мой взгляд, это все-таки желание избирателей получить продукт еще больше и еще качественнее. Здесь винить жителей города, наверное, смысла нет. Что думаете? Ну, 21%, да, конечно, это уже результат. То есть работа депутатов все равно ведется на благосостояние жителей города? Ну, может быть, это как раз те самые, кому помогли депутаты. Это ведь тогда уже совсем не КПД, прямо скажем, паровоза, да, а значительно повыше. А если присоседить к этому еще те 10%, которые посерединке у нас, то получается почти треть, да, даже больше. Ну, третьего. Третьего. Ну, вот и не удается у нас на мажоре как-то закончить все-таки программу, но, видимо, день такой, уважаемые избиратели, ой, избиратели, ну, избиратели тоже. Ну, а я все равно сторонник мажора, поэтому, дорогие полевчане, с удовольствием приглашаю вас на концерт, который состоится 25 марта, 25 марта во Дворце культуры и техники Северского трубного завода. Приезжает к нам в город Жанна Владимировна Бичевская, легенда человек, автор удивительных песен, исполнительница с уникальным голосом, подруга и ученица Булата Акуджавы. Поэтому я всех приглашаю к нам на концерт, который, собственно говоря, состоится в 18 часов во Дворце культуры, билеты от 300 рублей. Мне кажется, вот лучшего красивого повода для окончания нашей программы даже и трудно себе предположить. Приходите, покупайте билеты и дарите им своим, их своим близким, своим прекрасным женщинам, прекрасным мужчинам. И, конечно же, родители не забывайте, это кумир их поколения. И, конечно же, мы об этом обязательно будем рассказывать. И надеюсь, что интервью с Жанной Владимировной в нашей программе, в нашем эфире 11 канала непременно будет. Все на концерт, дорогие друзья. Мы же программу заканчиваем. Я благодарю всех здесь присутствующих. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова